Здравствуйте! Сегодня я хочу показать простую вещь и очень тренировочную. Такую вещь вы сможете всегда за часик буквально накалякать на холсте, но вида она будет очень симпатичного, интерьерного, в основном конечно интерьерного, то есть это не высокий тон в живописи, но очень респектабельные интерьерные работки. Поступим так, это будет букет. Мы сейчас увлажним холст, чтобы долго не мучиться с его сухостью и зашвыряем белила. Сделаем замес слякотным, слякоть белил. Можно еще добавить, можно на палитре немножко размешать эти белила и буквально слякоть белил. Количество белил, я сейчас покажу какое нужно, чтобы было достаточно. Но обязательно макровато. Вы можете к разбавителю добавить в этой задаче добавить немного масла, ну скажем одну пятую масла для того, чтобы разбавитель не слишком быстро выпарился и впитался в холст. Тогда есть возможность довольно долго гонять краску по холсту, ища интересную букетную затею. Букет будет фантазией, то есть это не конкретный букет, не с натуры и не с фотографии. Просто идея букета. Напоминаю, слякоть, буквально слякоть белил. Макрятина белил. Многие сначала увлажняют, и вот когда уж совсем все залили разбавителем, тогда только начинают вводить. Нет. Надо тут же ливанули белил и тут же вгоняем, ливанули разбавитель и тут же вгоняем белилом. Ну вот, по ощущениям, вроде бы достаточное количество краски, чтобы ее разрабатывать. Количество, поскольку на экране не очень видно, что здесь с количеством. Количество такое, что когда я плашмя разбавителем, ой, плашмя мастихином распределяю краску, расштриховываю плашмя, вот такие примерно появляются накаты лишней краски. Вот примерно столько вещества кентивы. Дальше, если можно заглянуть на палитру, мы берем очень простое цветовое сочетание. Березовое и коричневое. Марс коричневый, темный, прозрачный. Производство мастер-класс. Очень хорошая краска. И бирюзовое. Ну, какую купите, такая и будет хороша. Это само по себе очень вкусное сочетание. Оно грязальное по своей затее. Итак, то в пользу коричневого, то в пользу бирюзового зашвыряем такую грязальную мглу цвета. Многие боятся цвета, говорят, да что, я боюсь краски смешивать у меня не получится, потому что я с детства не чувствую, как смешивать краски. Ну, что здесь смешивать? Здесь два цвета, которые смешавшись друг с другом, невольно дают красивые оттенки. То есть, есть вещи, которые... Ну, не все люди, цветовики по природе, не все имеют хорошее чувство пропорций. Но есть задачи, которые не нуждаются в сверхчувствительности художника в этом вопросе. Это одна из таких задач, которая не нуждается в сверхчувствительности. Поэтому говорить о страхе, говорить о том, что не получится, нельзя. Потому что есть задачи, в которых может получиться запросто. для того, чтобы усложнить это, может быть, вот тоже если палитра посмотрит, на палитру посмотрите, может быть еще и розовинки. Чуть-чуть обогатить эту историю. Где-нибудь вложить розовинку. Так, теперь возьму мастихин и всю краску, которую я положил, пораздавливаю до некого... до некого... распределенного состояния. То есть, расштрихую до однородного. То есть, количество краски на холсте немало. Он уже не пустой. Это уже не будет разукрашка. Это уже вполне плодородный слой краски на холсте. Излишки краски вы видите немного. немного ляпают в сторону. Поэтому, конечно, рабочее место должно. Учитывать это, что будет некоторое непослушание к краске. И можно лишнюю краску собрать и сдать обратно на палитру. Не сбрить всю краску, а только вот эти вот излишки. Другой вариант, который вы тоже можете использовать, это вот ту слякоть краски, которая возникла на холсте, распределить по холсту тряпкой. Буквально распределить. Мягко-мягко пройтись по холсту. Часть краски уйдет в тряпку. Часть краски останется на холсте в нужную меру. То есть, задача не вытереть краску с холста, но распределить равномерно. Это другой вариант укладки для подобной задачи. Мера вещества в масляной живописи очень важная задача. И в данном случае, чисто технологически, мы добиваемся хорошей меры вещества. Я опять зачерпну розового и, может быть, немного синего. Хотя, это не обязательно делать. Просто чуть-чуть еще раз обогащу цветом картиночку будущую. Прямо тряпкой, то есть, тряпку я собрал в фигушку, чтобы это стал рабочий инструмент. И прямо этим фигушкой рабочего инструмента наполнил чуть-чуть цветового содержания. Кувшин Где-то здесь у нас расположится кувшин. Светлое пятно кувшина. Белое глянцевое пятно кувшина. Вы видите, еле-еле он появился. Призрак кувшина. То есть, очень многие новички сразу начинают рисовать линейный рисунок, окружность предмета. Совсем не обязательно. Можно начать с вот такого призрака предмета. Вы видите, как он уже кругло появился. Допустим, это мы сделали световую часть. Или наметили световую часть. Добавим теневую часть. В данном случае я задействовал уже и и немножко синеву. Опять же, можно было бы и без синевы сохранить вот это цветовое содержание. То в пользу коричневого, то в пользу бирюзового. В данном случае я и розовый, и синеву добавил. Тряпка очень вкусно распределяет краску. И мы этим можем удобно пользоваться. Тряпка и палец. Очень удобные материалы для новичка. Меру краски соблюдают хорошо. И вкусную укладку совершают. До более призрачного состояния доведу пальцем. Очень важно, чтобы круглые предметы имели штрих по окружности. Это сразу их делает круглыми. Вы видите, я чуть-чуть создаю идею штриха. Прямо пальцем. Вгоняю еще белил. И опять навязываю идею штриха. Вымакиваю палец. То есть лишнее вещество, которое препятствует моделированию, немного сбиваю с холста. Остается нужная мера, которая моделируема. Очень любят художники использовать такой трюк. Из-под теневой свет. Многие фотографы, которые заметили или образовались как художники. Фотографы-художники тоже знают этот трюк и используют его. Из-под теневой свет сразу создается эффект предметов пространства. Свет упал сюда и за спину предмета на окружающее пространство его. Вот круглость предмета. И причем без какой-то особой жесткости. Все очень призрачно. А тем не менее все читабельно. У круглых предметов в этом месте обычно рефлекс. То есть рефлекс это свет от плоскости освещенной на теневую часть предмета. Этот свет обычно ближе к краю, светел, но не равен по степени светлости освещенной части. Самое темное место круглых предметов именно находится на перегибе света и тени. Потому что здесь живет рефлекс, отраженный от окружающих поверхностей свет. И опять наши штрихи по цилиндру. Остренький блик мастихином. Вот такую меру красочки. Остренький блик мастихином. Можно еще и придавить. Придавленность дает сиятельный эффект. И мы имеем глянцевый предмет. Отсюда предполагаем букет. Возьмем сначала некий цвет зелени. Приблизительный цвет зелени. Опять же исповедуя вот эту грязальную идею. Посмотрите, что вытворяет мастихин. Вот так двигаясь по холсту. Вот так. Он и режет краску. Режет. 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 Что уже само по себе красиво. Он и плотно кладет. Плотно кладет. Раздавливательно. И подштриховывает. И создает какие-то звуки. Как бы пачкает какими-то травяными звуками. Ребром своим. Плашмя своим. Можно частично подобные вещи выполнить и вот этим инструментом. Мутность вместе с жесткостью это хорошие живописные сочетания. Вот такие мутности. Вы видите, все вписывается в этот цвет и сохраняет свою тишину. Буквально беру краску чуть-чуть и это чуть-чуть забрасываю, забрасываю, забрасываю. Чуть-чуть цветовых. Ну, так. Можно так. Можно без этого обойтись. Вот эта мягкость, вот эта мутность любит быть чуть-чуть подрезанной, очерченной. И вот буквально какими-то всполохами света можно ее несколько напрячь, чтобы она не была только мутна. Фоновому пятну лучше задать направленность вертикальную или какую-нибудь ритмичную косую. Лежачей плоскости, на которой стоит кувшин, лучше задать нарочито лежачий характер. А кое-где вот розовинку загоню. И вот эти вот мигания одного цвета, другого. Это антиподы. Красность, краснота и зеленца. Будущие антиподами создают живописные ощущения на холсте. Поэтому легкая краснота, легкая зеленца. Но это все в пределах. То есть, если мы начинали с зеленого и коричневого, то коричневый заместил розовый или красненький. А зеленый так и остался. Единственное, что он более разбилен, более холоден от своего разбила. Вы видите, тряпка как хорошо вписывает цвет. Равномерненько, вкусненько. Мера краски удобная для возделывания. Напомню, что рабочий инструмент, тряпка становится рабочим инструментом, когда мы сделали из нее такой тампончик, фигушку такую. Используемый обмен. Используемый обмен. Видите, это мерцание, только чуть-чуть где-то чиркнуло, внятно линия и опять растворилось, и это красиво. Чуть-чуть появилось, растворилось, и это красиво. Внизу тот самый нарочитый, лежачий характер. И желательно поступочно его уложить, чтобы некое движение жеста руки произошло. Некое движение жеста руки, что нам это досталось легко. Чуть-чуть обозначили, что плоскость пошла и за предметом тоже. Вы видите эту жестикуляцию на холсте, чтобы видно было, что нам было легко и как будто некая отписка, как будто мы торопились скорее к чашечке кофе или окунуться в море, но не утруждались. Не утруждались. Такая живопись любит не утруждение. Может быть где-то начнут звучать цветовые. Чуть-чуть, чуть-чуть, может быть такие. Тоновые тоже могут прозвучать. Вы видите, тут и синька, и коричневый дают мощную теневую, которая схватила букет, сделала его напряженным. Он уже обращает на себя внимание. Какие-то цветочки, которые зазвучали на краях, не только в центре. И опять же эти резьбы, резьбы. Смотрите, мастихин вверх идет. Вверх. Причем его вот это кривенькое движение нас очень устраивает. Устраивает вот такое движение мастихина. Тут же можно подрезать, если мы где-то хотели бы чего-то другого. И вот из этого баловства мастихином вырастают травы, вытянутости. Очень важно в букетах делать некоторую асимметрию. Ну скажем, если здесь все пошло перевес туда, вот в этой части, то скажем, в этой части перевес вниз, допустим, вниз. Вот сюда куда-то. Может быть даже заслонит этот перевес несколько даже кувшинчиков. Вы видели, я не кистью сделал, а прям пальцем продолжил движение. Некоторый всполох какого-то цветка. Фантазийного, сказочного. Буквально чистым белым немножко добавил этих белых взрывов и туманов. Вот так, штриховательно. Какие-то перышные травочки. еще и такой способ существует. Они, как бы, вот такие движения делают, как бы, более кругленькими травки. Более кругленькими. Ниточка палочкообразными. Многие знают вот такие растения. Сейчас многие букеты украшены вот этими зонтиками. И у них тоже могут быть нацарапаны стволики. Скажем, там такой и здесь такой. И ножки этого зонтика. может быть где-то намечечек еще на цвет. Хотя все это необязательно. Можно вполне уже и точечку поставить. Плюс какая-нибудь веточка упала. Или ее сознательно не доположили. в букет, чтобы она оформила в плоскость под букетом. А может и пару лепестков каких-то. Опять же, где-то напряженность, где-то туманность. Все вместе звучит. Вот такое баловство, которое вы можете себе позволять ну, в качестве тренировок общения с краской не переусложняйте. Я даже считаю, что я немножко переусложнил. Я как бы должен был что-то и то и сё показать и немножко переусложнил. Еще легкомысленнее поступайте в своей работе. Просто тренировочные такие букеты. Фантазии.